Всем привет! Вы смотрите Челли ТВ. И сегодня у меня две прытких ящерицы, самец и самка. Самец уже вылез погреться под лампой, а самка все еще сидит в своей норке. Я постараюсь подождать ее и заснять, когда она вылезет. Ну что ж, я вам расскажу, что вот он только проснулся и очищается от песка. Вон в крышке у меня вода стоит, поилка. Вот. Ну и он вылез, потому что я лампу включил погреться. Он почувствовал тепло. В песке у меня еще самка сидит, как я уже сказала, беременная она у меня. Вот такой вот террариум мы сделали из 15-литрового аквариума. Насыпали туда песка, наложили туда немножко сена с травой. Вот. Так. Вообще, в принципе, он там красивый задний фон, лампа греющая. Вот он нежится под лампочкой и отогревается после холодной ночи. Так вот, он у меня ест хорошо. Ну как хорошо? Самка лучше. Я пока что не знаю, как назвать. Так вот, я сниму завтра видео про кормление ящериц прытких. А сейчас просто сниму про их содержание. Так вот, дома. В домашних условиях. И вот, что я хочу сказать. Ни в коем случае нельзя... Вот выпала же самка, я вам показываю. Вот. Она сидит рядом с самцом. Так вот. Ни в коем случае нельзя их выставлять в террариуме на солнце, на жару. Ни на окно, ни на улице их выставлять в террариуме нельзя. Они там спарятся через стекло или через пластик и всё. А в коробках их содержать нежелательно. Я не знаю даже почему, но так всегда говорят. И вот у нас уже были ящерицы, когда мы их оставляли так на солнце. Они у нас все там задыхались, сгорали, высушивались и умирали. Ага. Вот самка очищается от песка. Ну вот, она тоже проснулась. Что-то они воды не пьют, я попил даже. Ну ладно, еще не пьем. Так вот. Что я хочу еще сказать. Это очень привлекательные, хорошенькие питомницы. И содержать их дома удовольствие. За ними наблюдать, они очень умеют. Это очень мило. Так вот. Они роют норы. Норают ровно. Короче, что-то хотела им это сказать. Они роют норы. И еще им можно поставить какую-нибудь коряку такую изогнутую, чтобы они туда, как в убежище, прятались. И тогда им будет удобнее вылезать на солнце. Ну как, на искусственное солнце. Вот так вот. Они у меня же не горюют, едят хорошо. На этом, думаю, можно заканчивать. Я, возможно, когда-нибудь, если самка отложит яйца, мы будем снимать про это видео. Я буду снимать про это видео. И если что-нибудь вы знаете про то, как, куда одевать эту кладку яиц, как ее, на какую глубину закапывать, если вот я ее выну, чтобы их никто не съел в этом тиральном, на какую глубину можно закопать. Эти яйца в отдельном контейнере, чтобы им там было хорошо. Ну и сам постараюсь поискать информацию, а вы, если что, пишите в комментариях. Так. Я еще что-то хотела сказать. Ну, возможно, я хотела сказать то, что вот когда мы их поймали, они, как бы, у них был шрок, они за неделю, естественно. И вот уже на следующий день они у нас ели мух. Все нормально, они едят муху, даже гомар с черепашек корм ели. Ну вот, эта самка у меня лучше есть, она беременная. Так вот, а самец, ой, самка у нас вчера съела большую муху овода. Вот. Самец у меня мало ест, он вчера две мухи съел и все. Ну, может, ему этого достаточно. Ну, вот. Всем пока-пока, удачи, до встречи в новом видео, где я буду рассказывать про кормление против ящериц. Ящериц. Спасибо. Спасибо.